В Запорожье клиентов одного из крупнейших банков сегодня не обслуживали. И это не весь ущерб от кибератаки. Продолжит Сергей Борзюжа, он на связи со студией по телефону. Добрый вечер, Катя. В Запорожье атаки вирусовымогателя также подверглись ряд крупных компаний. Так уже с 10-30 были закрыты все отделения Чатбанка. Не работали и банкоманды. Все объяснили хакерской атакой. Соответствующие объявления расклеили у входа в отделение. В связи с чем у многих сотрудников сегодня был короткий рабочий день. А вот работники Укрпочты и Новой Почты свои рабочие места не покинули до закрытия отделений. На Новой Почте уже к вечеру начали обслуживать клиентов. Также подверглись атаке предприятия Запорожье облэнерго. Впрочем, на энергоснабжении области это не отразилось, заверили в пресс-службе компании. Заблокированными остаются пока только базы данных потребителей. А вот Запорожская атомная станция работает в штатном режиме. Чтобы не допустить кибератаки, на АЭС ограничено внешнее интернет-соединение. Отключен также сайт станции. Технологическим процессам ничего не угрожает. Вот такая информация на данную минуту.